Всем привет, с вами Голая и я рада вернуться к вам после долгого перерыва. Обращаю ваше внимание, что в начале каждого гайда теперь вас ждет стена текста, которую я всем рекомендую к прочтению. Читаем всего один раз, изменения туда вносить я не собираюсь. Сегодня мне хочется уделить некоторое время анонсам от GGG на этой неделе, а также сообщению Криса и ответам разработчиков на вопросы сообщества, этакий дайджест последних событий. Кстати, на следующей неделе нас ждет вторая порция ответов и по ним я тоже сделаю краткое видео. И конечно же я расскажу о гонках и экзайл кони. Итак, давайте начнем с планов разработчиков на 2019 год и дальше. Впереди нас ждет еще несколько лик перед долгожданным мега дополнением 4.0, которое ожидается во второй половине 2020 года и должно принести ключевые изменения в игру. Основным событием для GGG в 2019 будет ноябрьский экзайл кон, первый фан-конвент, который будет посвящен Path of Exile. Мероприятие пройдет на родине нашей любимой игры в Новой Зеландии и обещает быть очень масштабным. Автограф сессий с разработчиками, памятные сувениры, встречи со стримерами и еще много всего интересного. Да, безусловно, большинство из нас не сможет лично посетить данный ивент, но мы будем с интересом наблюдать за трансляциями на Твиче, которых обещает быть несколько. Помимо стандартных развлекательных мероприятий на экзайл кон также будут проводиться финальный этап гонки от GGG, в котором примут участие 4 финалиста, отобранные в течение 2019 года на специально организованных для этого ивентах. А вот самыми интересными событиями мая, на мой взгляд, будут три грядущие гонки – бит, флэшбэк и гонка стримеров для ру-комьюнити, которую мы организуем сами. Но обо всем по порядку. 5 мая в 20.00 по московскому времени состоится первая гонка серии «За поездку на экзайл кон». Организует ее киберспортивная компания BTS Sports, и участие в ней примут только несколько приглашенных забугорных гонщиков, которые уже успели себя хорошо зарекомендовать. Ограниченный доступ к участию в данном событии вызвал негативный резонанс в комьюнити, так что остальные три гонки GGG пообещали сделать открытыми для всех желающих поучаствовать. Большое спасибо! Однако лично мне также будет интересно посмотреть гонку, организованную профессионалами. Ее я буду обязательно транслировать в прямом эфире на моем твич-канале и синхронно переводить комментаторов по мере возможности. Напоминаю, что гонка эта стартует 5 мая в 20.00 по московскому времени. Далее у нас открытое для всех желающих событие флэшбэк. Аналогичные события уже проводились ранее, видео по нему у меня есть на канале и все ссылки будут в описании. Отдельно хочу упомянуть только, что призовой фон по сравнению с прошлым ивентом увеличен в полтора раза. Обязательно внимательно прочитайте ответы на вопросы внизу поста, там очень много важной информации. И да, извечный вопрос о рекомендуемых билдах. Думаю, хорошо зайдет то же, что положительно зарекомендовала себя в самой Лиге Синтез. Трикстер или Элементалистка через Винтер Орб, новые хаосные скиллы Сол Рент и Бэйн, опять же через Ведьму или Бандита, оба варианта эффективны. А также Скорпион, то есть Вестник Агонии через Ведьму, Деда, Гладиатора или даже Джага. Ну и для убежденных милишников Molten Strike Forever. Можете поискать подходящие билды на форуме. Всем удачи на гонке! И самое долгожданное и важное событие лично для меня это гонка стримеров Ру Комьюнити. Гонку я организую своими силами и своими средствами и буду очень благодарна за любую вашу поддержку. Хочу сразу сказать отдельное спасибо Стасу, Муднейшн. Он очень помогает мне в подготовке, а также будет комментировать ивент вместе со мной. На данный момент у нас уже 19 участников и все топ-стримеры в списке. Все условия вы можете прочитать в закрепленном посте в моей группе ВК, а также можете ознакомиться там со списком участников, которые возможно еще дополниться. Гонка запланирована на 25 мая, старт в 12.00, это полдень по московскому времени. Так что отложите все свои дела и готовьтесь к целому дню адреналина и ярких эмоций. Настало время показать, что в Ру Комьюнити тоже есть отличные гонщики, которые вполне могут соревноваться с нашими западными коллегами. А теперь переходим к остальным насущным темам. Во-первых, речь пойдет о длинном сообщении от Криса, в котором глава GGG рассказывает об итогах Лиги Синтез, о недостатке ресурсов на разработку такого большого дополнения на фоне масштабного расширения игрового пространства Path of Exile на мировом рынке и других параллельных проектах, которые также требуют внимания. По итогу я искренне надеюсь на две вещи. Во-первых, что GGG научится на своих ошибках, и во-вторых, что комьюнити с пониманием отнесется к тому, что очень трудно все время выдавать только положительный результат и каждый раз превосходить свои прошлые лиги. Давайте будем добрее к нашему любимому разработчику. И самая главная информация из обращения Криса, это то, что Синтез пока не будет добавлен в Core, то есть в основу игры. Скорее всего, по аналогии с Бестиарием, он будет существенно доработан и вернется к нам ориентировочно в 4.0. Ну и во-вторых, это ответы разработчиков, и тут я только упомяну самое интересное. Отзывы комьюнити о лиге Синтез не самые лучшие, и в результате лига все же признана играбельной, но недостаточно хорошей. Небольшой спойлер от 3.7. Она будет не столь масштабной, как несколько предыдущих лиг, а скорее напомнит разлом, бездну или сущность. Ближе к 4.0 нас ждет серьезный ребаланс желтых шмоток. Скорее всего, речь идет о дропе, но наверняка пока судить рано. Что у нас по крафту? Высокоуровневый крафт останется дорогим и малодоступным простым смертным. Развуалированные свойства в Синдикате претерпят легкие балансные правки, а общий пул открытых ремесленных свойств останется привязанным к своей лиге и не будет общим на весь аккаунт, что более чем справедливо для игры, где каждую лигу все стартуют в одинаковых условиях. И гипотетически в каком-то отдаленном светлом будущем у нас может появиться отдельное окно для крафта внутри торгового. Было бы круто! Система торговли пока останется без изменений, и давайте отнесемся к этому с уважением. У разработчиков тоже есть свои доводы, и они обоснованы, особенно принимая во внимание печальный опыт в данной области у конкурентов. К тому же помните, что, например, для обмена и торговли картами уже создано несколько удобных сайтов. Но пока, к сожалению, нам нечего противопоставить тому, что во второй половине лиги торговля в принципе затихает. А вот идея встроить браузер в игру вряд ли хорошая. Можно понять новичков, которые не привыкли иметь открытыми по 5-10 вкладок, чтобы комфортно играть. Но мы-то, старички, знаем, что это норма. Это, возможно, не идеал, но все же лучше, чем забивать оперативку еще сильнее или ставить под угрозу безопасность клиента. Надеюсь, эта тема не пойдет в ход. Еще один насущный вопрос о вкладке для фосилов и резонаторов. Пока внедрять ее не планируют, однако возможность стакать фосилы в сундуке нам добавят. А как же резонаторы? В общем, вкладка еще нужна, Крис, ну, плиз. К моему удивлению, очень много вопросов было задано о консолях. Радует, что, несмотря на то, что количество игроков на PlayStation и Xbox невелико, разработчики все же уделяют им внимание. И еще я узнала много нового. У вас нет чата? У вас нет гильдий? И что самое страшное, у вас нет PvP? Бедняжки. Я очень надеюсь, что у вас все наладится. Еще было уделено некоторое внимание гоночным сезонам, о которых новички едва ли слышали, зато бывалые паешеры определенно соскучились. Коротких гонок GGG пока не планирует, но хотят добавить такой функционал в настройки приватных лиг. И это отличный выход. Сама я уже провела гонку в приватной лиге для своих зрителей и планирую по мере возможности делать это каждый месяц. С призами и прочими плюшками. Ближайшая гонка в конце июня. Чтобы поучаствовать, вам нужно быть либо моим сабом, либо постоянным зрителем на твиче. И еще, рояля не будет по крайней мере до 4.0. Пожалуй, это все интересные новости на сегодня. Вторая часть ответов разработчиков выйдет на следующей неделе, и я буду рада сделать аналогичное видео по ней. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересен ли вам такой новостной формат. Хочу сразу уточнить, что такие видео ни в коем случае не будут выходить вместо гайдов, только вместе с ними. Как обычно, все вопросы вы можете задать под самыми новыми постами в моей группе ВК или в Дискорде, который мы недавно открыли. А стримы можно посмотреть на Твиче и спросить меня обо всем на свете лично. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok